Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. В 2020 году компания Facebook запустит в обращение свою собственную криптовалюту. Называется она «Либроинформацию». Об этом обнародовал на своей странице в самом Facebook сам основатель этой компании Марк Цукерберг. А с нами на связи известный публицист, издатель, автор многочисленных статей в ведущих экономических и деловых изданиях Микаэл Горский. Микаэл, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день, Александр. Еще важно про наш герцлийский бизнес-клуб, в который всегда всех радостно приглашаем. Да, конечно. Микаэл, первый вопрос у меня всегда наивный, смотрится именно так. Чем «Либро» отличается от классического биткоина? Ответ будет… Ну, может быть, есть очень короткий ответ. Отличается всем. Это едва ли не полная противоположность. Поясню немножко. Биткоин – это такая сказка. Это прекрасная сказка про наше анархическое будущее, когда нет государств, нет элементов принуждения, нет центрального банка, и деньги имитируют сами граждане, собравшись вместе. Вот они вместе собрались, подняли инфраструктуру и стали имитировать деньги. И пользуются этими деньгами никакой государства им никак не увлечено в процесс. Это про биткоин. Биткоин – это светлая, идиллическая мечта. «Либро» – это все ровно наоборот. Это власть глобального капитала, власть корпораций. «Либро» отличается тем, что собралось, собирается примерно 100 крупнейших в мире организаций, и вот вместе они решили быть и имитентами, и обрабатывающими платежи и так далее. То есть центральных банков больше нет, есть глобальный капитал, технологический в первую очередь, Facebook с товарищами, и все, кто присоединится. Вот такая это история. У «Либро» много интересного. В «Либре» можно хранить сбережения, в отличие от биткоина, который совершенно непонятно, какова его ценность. У «Либро» все просто, есть валютная корзина, к которой привязана «Либро», там не только валюта, там еще какие-то финансовые инструменты. Это прозрачно известно. У «Либро» есть стопроцентная гарантия всех денег, которые там есть. То есть компания «Оператор» гарантирует, что ты свои криптоденюжки можешь поменять на настоящие фиатные денюжки. То есть отличается абсолютно всем. И плюс к этому есть язык программирования, можно создавать смарт-контракты на базе этого блокчейна. Это тоже огромное отличие. И тут это отличие такое же, как у биткоина и у эфириума. И самое важное, что возможность платить «Либрой» будет интегрирована в мессенджеры. Так обещают. Соответственно, эти мессенджеры, и мессенджеры Facebook, плюс WhatsApp, который тоже принадлежит корпорации Facebook, считается, есть 2 миллиардов людей на земле, если не больше. Есть прецедент, китайский мессенджер WeChat, к которому тоже довольно-давно уже предъявлена платежная система. То та система абсолютно монополизирована просто WeChat, а это Facebook поднимает как такой консорциум 100 компаний. Мы еще поговорим об этом консорциуме. Я хотел спросить вот о чем. По названию. В ряде публикаций отмечается, что «Либр» – это не перевод с английского слова, что означает «весы» по-английски, а означает аббревиатуру, я процитирую, аббревиатуру лондонской бешбанковской ставки «Либр». Только «Либр» предназначена для банков, а «Либра» для людей. И возникает у меня вопрос сразу о ассоциации с Советским Союзом, все для человека, все для блага человека. Даже мы знали тогда, что это за человек, его имя. А вот в данном случае о каком человеке идет речь, и насколько она удобна, в кавычках, без кавычек, для людей, которые хотят обналичить свои криминальные доходы. Ну, тут два вопроса в одном. Почему «Либра» называется «Либра»? «Либра» называется «Либра» от французского слова, корня «Либра», который – свобода. То есть, это про свободу и что-то, что обеспечивает финансовую свободу и независимость двум миллиардам людей, у которых нет финансовых услуг, которым не предоставляются финансовые услуги. Можно ли или нельзя использовать этот инструмент для отмывки криминального капитала? Ну, отмывка – это легализация незаконно заработанных денег. Я думаю, что мы говорим более широко, мы говорим про любую криминальную финансовую активность, любые платежи, любой незаконный оборот платежей. Так вот, все что угодно можно использовать для отмывки, для криминального оборота. Тут важны два параметра. Как эту ценность завести в носитель и как эту ценность вывести из носителя. Например, совершенно замечательной штукой для оборота криминальных капиталов когда-то являлись бриллианты. Они маленькие, очень дорого стоят, легко купить, легко продать, плохо отслеживаются. Было легко завести, легко вывести. Как только стали вводить, чем сильнее, точнее так, чем сильнее стала регуляция покупки и продажи этого актива, тем менее это стало удобно. Так абсолютно совсем. Поэтому, может быть, либра носителем преступных денег зависит исключительно от того, как можно будет либру купить и как либру можно будет потом превратить в фиатные, в обычные деньги. Про это мы не знаем ничего. В white paper об этом ни слова. Но вот в манифесте, который описывает, как это будет работать, ни слова. Ждем мая 2020 года, когда будет представлена эта вся инфраструктура. Но важно понимать, что если нельзя будет купить эту самую валюту, имея незаконно нажитые деньги, продав, не знаю, подводную лодку большую, если ты продал, получил 3 миллиона долларов, ты не можешь потом купить эту самую либру, потому что тебе надо принести деньги в обменный пункт, который у тебя паспорт спрашивает и просит заполнить источник существования денег, то, соответственно, либру не тебя будет использовать ни для какой нелегальной активности. А инструментов, которые можно моментально перемещать по миру, их есть и для этого Либра удобно, конечно, но не единственное. Мика, вот сам Facebook в публикациях, посвященных Либре, отмечает, что это проект, который позволит получить доступ к финансовым инструментам 1,7 миллиарда человек в развивающихся странах и улучшит, а не разрушит традиционную финансовую систему. На ваш взгляд, на чем зиждется уверенность Facebook? Прежде всего в том, что не разрушится существующая финансовая система. И особенно этот вопрос, мне кажется, важен с учетом того, что у Facebook, ну, скажем так, не самая лучшая репутация в плане обращения с персональными данными людей, которые там пользуются их услугами. Ну, во-первых, я бы... Ну, наверное, можно согласиться, что какое-то количество скандалов под матчем немножечко пошатнули репутацию Facebook. Больше всего, наверное, Facebook опозорился в том, что в категорическом нежелании любой цензуры общения, которое там происходит, которое привело к тому, что в Америке называют как вмешательство в выборы, да? Да, да. Вот. Ну и, конечно, то, что персональные данные оттуда какое-то время можно было использовать в угрегированном виде. Вот. Но, что важно, да, если ваш знакомый, если вашего знакомого поймали на том, что он не задекларировал полученные в подарок дорогие сигары, это почему-то плохо. Вы же все равно ему будете верить относительно того, что идет сейчас на улице дождь или нет. То есть человек должен себя прям совсем дисквалифицировать, чтобы вы ему не верили в том, чтобы он говорил, который сейчас час. Ну, то есть какие-то очевидные простые вещи. Вот так и тут, значит, ассоциация Libra, ну, зачем Facebook на самом деле тут голосом об этом говорящим является ассоциация, вот, хоть инициированная Facebook, но не являющаяся Facebook. Они констатируют совершенно очевидный факт, да, того, что в мире гораздо больше людей с мобильным телефоном, с аккаунтом в Facebook или с аккаунтом в WhatsApp, в Messenger, да, чем людей с банковским счетом, с возможностью хранить деньги на депозите, с возможностью получать кредиты и так далее. То есть это действительно, ну, вот, 1,7 миллиардов, можно поверить, потому что они суммируют своих пользователей, да. И этим всем людям такой инструмент, встроенный в Messenger, он дает возможность быть частью финансового рынка, да, те начинают предлагать кредиты, ну, миллион вещей, которые возникают. Да, я считаю, что это... Да, да. Мико, вот я хотел еще спросить по поводу публикации от самого господина Цукерберга. Он отмечает, акцентирует даже, я бы сказал, внимание на том, что его проект Libra не заточен на получение прибыли, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Он решил заняться альтруизмом, или у него есть другие инструменты для того, чтобы монетизировать этот проект? Любая платежная, любая, ну, придуманная идея, если ты придумываешь деньги, и ты начинаешь обрабатывать платежи вокруг этой деньги, да, конечно, у тебя есть доход комиссионный от обработки транзакции, да. Он декларирован в Libra, никто не говорит, что он будет нулевым, да. Например, как он в биткоине, он какое-то время был нулевым. Там была другая структура дохода, нет. Libra собирается получать деньги за счет транзакции, да, за счет минимальной платы за транзакции, но ожидается очень высокий объем. Однако, когда мы говорим, что кто-то получает или не получает прибыль, это означает, насколько быстро... То есть он произвел какие-то инвестиции. Боже мой, сейчас говорится суммы в сотни миллионов долларов, вот. Значит, когда это будет запущено, говорится про сто участников, каждый из которых тратит больше, чем 10 миллионов долларов. То есть речь идет про то, что более миллиарда будет потрачено на запуск этой штуки, да. Вот. С какой скоростью эти деньги будут заработаны на не очень больших комиссиях, на маленьких, на мизерных комиссиях, да, ну, можно считать, что вот все это время это будет неприбыльная история. Вот. Она, конечно, монетизируется. Плюс к этому люди остаются внутри экосистемы. Это не только экосистема Facebook, это экосистема всех его партнеров, вот. Но пока они там внутри, значит, на них можно, с ними можно работать. Вот. Если WhatsApp показывает вам рекламу, а через какое-то время WhatsApp будет показывать нам рекламу, вот. И вы продолжаете пользоваться WhatsApp еще и потому, что у вас... Это ваш кошелек, вот. То, конечно, у тебя есть дополнительный источник дохода от рекламы и за счет того, что ты удержал людей внутри своего инструмента. Угу. Микар, в самом начале нашего разговора вы вскользь упомянули, что обслуживать Libra будет специально созданная структура. Называется она вообще Libra Associated. И в нее вошли, как пишут, платежные системы Visa, MasterCard, также PayPal, eBay, Uber и другие-другие-другие известные компании. Вместе с тем, хорошо известно, что и Visa, и MasterCard, они до настоящего момента не поддерживали никакую криптовалюту. Что изменилось? Почему они решили вдруг этим заняться? Ну, я бы сказал, что и Visa, и MasterCard, конечно, с огромным интересом следят за развитием блокчейн-технологий, их применения, инвестируют деньги в изучение. У каждой из компаний довольно большой исследовательский центр, исследовательские группы по этой тематике. Здесь совершенно точно есть очень много интереса и очень много активности. И активность не безрезультатная. MasterCard в прошлом году еще запатентовал решение по использованию криптовалют как основу платежей внутрикредитных карт. Visa только в этом апреле объявила о том, что они выпускают платежную карту вместе с крупнейшей биржей Coinbase. То есть активность и у Visa, и у MasterCard очень-очень высокая в этом поле. И если мы можем говорить о том, что криптовалюта, и Libra, например, конечно же, является конкурирующей структурой, но это не значит, что ты с ней не партнеришься, что ты не изучаешь эти технологии. Они сами, наверное, были бы заинтересованы какие-то части своих продуктов переводить на блокчейн-технологию. Не биткоин конкретно, но... Поэтому BeVisa и MasterCard важны участники этой истории. Вместе с тем, хорошо известно, что такие гиганты бизнеса, как Goldman Sachs, JP Morgan, не вошли в эту компанию. Почему, на ваш взгляд? Или они просто опасаются, или хотят создать нечто подобное, но сами? Смотрите, мы не знаем, с какой скоростью готовилось это заявление. О том, что в недрах Фейсбука производится криптовалюта и производится какой-то криптопроект, стали довольно бурно говорить с начала этого года. Одно из предположений будет таким, что утечка пошла быстрее, чем хотел Фейсбук, и они поторопились с первым объявлением. Сейчас объявлено про 27 участников ассоциации, в которой там просто за столом уже 100 мест. У них есть устав, который можно почитать, где написано, что каждый участник имеет не больше 1% голосов. То есть у них просто 100 кресел уже стоит. То, что не на всех креслах сидят, это, наверное, связано с тем, с какой скоростью кто подписывает какие бумаги. Но совершенно понятно, что, например, JP Morgan Chase, который едва ли не крупнейший коммерческий банк в Штатах после того, как он поглотил честь Манхэттен, спас, можно сказать, в 2008 году. Конечно же, мимо этого не пройдут. И прецеденты уже есть. Есть такая вещь, известный блокчейн-консорциум R3, который собирал в себя крупные банки. В нем 300 финансовых организаций. То есть банки очень хорошо входят в такие истории. Не, я думаю, что просто рано. Просто рано это будет развиваться. И я говорю, мы знаем 27 финансовых названий, а у них минимум 100. То есть без 100 они запуститься не могут. Вот я думаю, что это не про какое-то решение. Последний вопрос, Миколь. Дело в том, что биткоин за последние полгода поднялся в цене в 2,5 раза. На ваш взгляд, ну, во-первых, ходят разговоры, аналитики об этом некоторые утверждают, что до конца года он вырастет не до 30 тысяч, это как минимум до 30 тысяч долларов. Но в этом подъеме насколько виноват Фейсбук, вернее информация о том, что они запускают свою криптовалюту? Ну, я думаю, что в прогнозах про 30 тысяч виноваты исключительно эти аналитики. Аналитики эти наверняка в основном покупали биткоин по 10 тысяч и до сих пор переживают о том, что же произошло. И вот как бы очень надеются. Ну, поскольку актив абсолютно спекулятивный, никакой ценности не представляет, активного использования этих денег, к сожалению, нету. То есть, анархическое будущее не наступило, к сожалению. Ну, или к счастью, не знаю. Поэтому биткоин – это штука очень такая интересная, это очень энтузиастская история. Но это вот из тех активов, как там билеты МММ, которые скупают очень специфические инвесторы. Они эмоциональны, они нерациональны, и они действуют на основании того, какую рекламу они последнюю увидели по телевизору. То и покупают. И, конечно же, то, что в связи с выходом Libra, ну, он еще пока не вышел, но с начала разговора об этом, трафик, который вокруг этого возникает, он огромный. То столько о биткоине, о блокчейне давно они говорили, как говорят в последние дни. Уже передачи на CNN, большие передачи уже, комики в своих передачах, американские сатирики об этом говорят. То есть, сейчас про криптовалюту будет опять звучать из каждого утюга. И, конечно же, будут люди, которые бросятся скупать. Скупать биткоин, потому что скупать Libra во-первых, невозможно физически ее еще нету. Во-вторых, никакой спекулятивной компоненты у Libra нету в принципе. У нее курс будет один к одному. Ну, чуть-чуть он будет плавать, потому что там корзина сложная. Такую корзину можно себе самому создать просто из валюты. Поэтому ничего такого прямо фантастического в нем нет. А вот в биткоине столько сказки. Вот история о том, как он был по 30 центов остался за 10 тысяч долларов. Ну, это же каждому хочется. Вот. Поэтому исключительно из-за того, что об этом больше народа услышало, больше странных инвесторов, не инвесторы, это люди, которые скупают фантики, потому что им сказали, что эти фантики скоро будут, там, не знаю, будут. Что эти фантики превратятся в золото. Ну, какие-то очень странные люди будут продолжать покупать биткоин, и выход Libra просто как новостной повод сыграл. Вот. Если бы нашли там Сатоши Накамото, изобретателя вроде бы как биткоина, и выяснилось бы, что это Бенемин и Таняху, то новостей было бы не меньше, и точно так же бы сработало. То есть это люди, которые реагируют не на содержание новости, а на факты ее появления. Микол, спасибо огромное за очень интересный анализ. Спасибо. Всего самого доброго, успехов, и надеюсь, до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин